МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Хорошо, продолжайте встречаться. Только у меня было одно условие, чтобы она из семьи тебя не уводила, чтобы в семью не лезла. Влюбившись в молодую красивую девушку, Сергей Кулаков решил развестись с ужасно надоевшей ему женой. Но нужен ли этот мужчина новой избраннице? И что заставит его изменить свое мнение о жене прямо в зале суда? Да что тебе везде меречь, что тебе измены? Ты что, озабоченный, что ли? Скажите, пожалуйста, почему вас это продолжает интересовать, если вы с этой женщиной расстаетесь? Вячеслав Корнилов достаточно обеспеченный человек. А его жена Кристина вполне могла бы не работать. Но она решила стать продюсером. Корнилов какое-то время давал деньги жене на раскрутку молодого дарования певца Эдика, пока не заподозрил, что жена изменяет ему со своим подопечным. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кулакова Сергея Борисовича, Кулаковой Валерии Михайловне о расторжении брака и о разделе супружеского имущества, двухкомнатной квартиры стоимостью 12 миллионов рублей, загородного дома и участка стоимостью 9 миллионов рублей, двух автомобилей стоимостью 700 тысяч и 850 тысяч рублей. Ответчик Кулакова Валерия Михайловна с сутковыми требованиями не согласна. В зарегистрированном браке вы прожили 25 лет. И, Сергей Борисович, вам, как истцу, предоставляется первое слово. Расскажите, что у вас произошло? Ваша честь, наш брак со временем превратился в какую-то скучную рутину невозможную. Вот. Мы прожили вместе 25 лет. У нас есть сын 20 лет. Вот. Видите ли, со временем, со многими женщинами, там, за 40, происходит такой процесс, который, грубо можно назвать, ну, извините, обабилась. То есть человек теряет интерес к жизни, теряет интерес к своему внешнему виду. Простите, а вы уверены, что вы об этой женщине говорите? Да, я об этой женщине говорю. Да я не представляю, какая она была. Если вы говорите, что это сейчас она обабилась, то... Ну, сейчас это произошло со временем, естественно. Дело в том, что здесь мы все хорошо выглядим. Это можно, понимаете, накраситься, вот как сегодня. Я ее в таком виде давно уже не видал. Ну, не может что-то 25 лет стоять на цыпочках. Она уже живет с вами, как с родственниками. Ну, а вы ее критикуете за ее. Так или иначе, она вышла из-за предела, как сказать, моих требований, или как это сказать, что она как женщина мне больше не нравится, понимаете? Угу. У меня нет к ней интереса. Очень хорошо. Ну, вот ты несешь, Сережа. Что я несу? Ваша честь, это у них какая-то мода сейчас пошла. Все его друзья, они все побросали своих жен, с которыми прожили долгое время. И все понаходили себе каких-то молоденьких девиц. У них какое-то вот... Живем просто в циничное время живем. Уже женщина для них, как какая-то новая модель смартфона или машины. У друга машина новая появилась, значит, и мне такую надо. Телефон новый у друга, мне такой надо. Теперь у всех друзей молоденькие. У них жены, значит, и мой туда же. Сережа, да неужели ты ради этой вашей какой-то дурацкой моды согласен перечеркнуть 25 лет нашей жизни, счастливой нашей супружеской жизни? Слушай, ну при чем здесь мода? Я не знаю, я тебя не сравниваю с каким-то смартфоном. Да ты послушай, что ты говоришь. Да, что я говорю? Видите ли, в чем дело, Ваша честь. Мне пришлось даже обратиться к врачам по поводу лечения импотенции. Я думал, что у меня что-то уже возрасту, я не знаю, почему-то жена меня перестала интересовать. Врачи ничего не нашли, развели руками, сказали, у вас все в порядке. Да ты послушай, что ты несешь, Сергей. И как раз примерно в это время я встретил девушку, Надю, и выяснил, что у меня действительно все в порядке. Так вот именно, и у меня все в порядке. Это ты не хочешь ничего, а у меня все, я всегда готова. Да я всегда, Ваша честь, я всегда его любила и люблю. Я не хочу этого развода, потому что я всегда за собой слежу. Я держу себя в форме. И всегда я его стараюсь радовать, доставлять ему какие-то там праздники делать. Ну это уже не та форма, понимаешь? Не та это уже форма. Ну что, ничего не осталось? Валерия Михайловна, ну вы же понимаете, что через 25 лет совместной жизни с женами живут уже давно не из-за секса. Вот именно. Стать близким человеком и родственником, если не удалось за 25 лет, то это действительно тяжелая ситуация. Ну как же не стать? Валерия Михайловна, я еще не старый человек, понимаете? Мне хочется гулять, радоваться жизни в полную силу и так далее. Ну конечно, я не могу уже как 20-летняя коза скакать. Ну извини. А я что, я об этом и говорю, что ты не можешь уже соответствовать тем, допустим... Подожди, раньше у тебя претензий не было. А теперь... Я про это и говорила, что было раньше, а сейчас уже есть. Так, дорогие супруги, такое ощущение, что вы у себя на кухне. Нет, вы в суде, поэтому между собой хватит переговариваться. Пожалуйста, давайте отвечайте на вопрос суда. Вот сейчас вы высказались, естественно, теперь ответчик. Значит, у вас есть еще имущественные требования какие-то, правильно? Ну, Сергей хочет делить имущество. А вы не согласны. Да мне даже смешно на эту тему говорить. Вы хотите сохранить брак. Я хочу сохранить брак, и я уверена, что до этого не дойдет просто. Он там сделал список какой-то, но я уверена, что она одумается, и никакого развода, в конце концов, не последует. Это даже не понадобится раздел никакого имущества. Ваша честь, за время совместной жизни мы нажили довольно прилично. Квартира двухкомнатная за 12 миллионов рублей, загородный дом с участком 9 миллионов рублей. Значит, автомобиль мой 700 тысяч рублей стоит, и автомобиль жены 850 тысяч рублей. Я вот подготовил предложение, как можно поделить имущество. Квартиру я хочу оставить ей за 12 миллионов. Значит, сам буду жить с Галей в более дешевом доме. Галя – это, как я понимаю, ваша новая избранница. Галя – это девушка, на которой я хочу жениться после развода с моей женой. Сергей Борисович, значит, вопрос-то, наверное, не только в вашей супруге, а вопрос в том, что у вас новые отношения. Ну, вообще, да, мы уже месяц. И это причина развода. И это тоже. Передайте, пожалуйста, суду ваш вариант раздела имущества. Я вообще не понимаю, Сергей, зачем нужно было дело до суда доводить? Мы могли бы дома с тобой обо всем договориться. 21 век на дворе. Да хочешь, я себе грудь сделаю, губы сделаю. Что тебя не устраивает? Какой тебе еще не хватает сексуальной жизни? Валерия Михайловна, Валерия Михайловна, ну сексуальная привлекательность ведь не только в сделанной груди или губах. Тут что-то другое у вас сломалось. Что-то другое. Поэтому здесь разбираться-то сложнее. Скажите, вас не устраивает вот такой вариант раздела имущества, который предлагает ваш супруг? Меня все устраивает. Вот пусть как хочет, так и делит это имущество. Мне сейчас самое главное, ваша честь, чтобы он понял, чтобы он услышал меня, что не нужен этот развод нам. Сережа, давай сохраним брак, не нужен нам развод. Даже сын наш, ваша честь, даже сын на моей стороне. И он пришел сегодня сюда в суд, чтобы хоть бы ты сына, может быть, услышишь. Я прошу пригласить, ваше честь, свидетеля, сына нашего Кулакова Артема Сергеевича. Хорошо, Кулакова, приглашайте в зал. Приглашу. Свидетель Кулаков? Да. Пройдем. В городу без в ребро, ну не до такой же степени, чтобы семью-то рушить. Ну погулял, да вернулся, ну что, что такое? Здравствуйте, Артем Сергеевич. Проходите, пожалуйста. Артем Сергеевич, что вы считаете, брак ваших родителей возможно сохранить? Ваша честь, знаете, я вас попрошу не разводить моих родителей. Ведь мой отец, пап, ты неблагодарная свинья. Что ты, ты слова-то выбирай. Я очень долго молчал. Дай мне сейчас высказаться. Все время, знаете, все время на протяжении всего брака мама ему потыкала, все делала, как он хотел. Все увозила на своих хрупких плечах. А он ее не уважал, он это не ценил. Даже был момент, когда 12 лет назад у отца, ну с бизнесом получились какие-то там проблемы. Вот. Его бизнес начал разоряться. Отец просто не нашел ничего лучше, как уйти просто в запой. И даже в тот момент мама моя, она просто взяла все в свои руки, подняла бизнес, расплатилась кредитами, отдала все его долги и в конце концов даже вытащила отца из запоя. И даже это он не уважает. То есть я не понимаю, как так. И он, я не понимаю, как ты хочешь, ты, получается, ты меняешь нашу маму на какую-то девочку? На какую-то молоденькую девочку? Я не знаю, как так может. Я тебя ненавижу. Ну, знаешь что, не тебе меня судить, каждый человек имеет право на личное счастье. Даже друг, даже самый близкий друг, ваша честь, нашей семьи, который с ним всю жизнь работает, который молодым парнем пришел к тебе. Причем здесь, друзья-то? Да даже Антон пришел поддержать, он на нашей стороне, он на моей стороне, он тоже уверен, что мы не должны разрушать наш брак. Я прошу пригласить свидетеля Антона... Толубаева вы приглашали, да. Толубаев ожидает, приглашайте его. Толубаева Надо разводиться. Вы свидетель Толубаев? Да. Да, пройдемся. Ты нас не слышишь даже, Сережа. Проходим. Здравствуйте, Толубаев Антон Кириллович. Я, как понимаю, вы друг Сергея Борисовича? Да. Давний друг. Ну, как так получилось-то, что семья через 25 лет брака распадается? Да, я пришел сказать, чтобы вы не разводили моих друзей. Уверен, что Сережа сделал ошибку, уйдя из дома. И думаю, что он обязательно вернется к своей жене. Серега, ты одумайся. Лучше Леры тебе жены не найти. Более преданной и верной жены ты себе не найдешь. Антон, иди ты к черту со своими советами. Ты что, забыл, как все было на самом деле, что ли? Я сам знаю, что мне делать. Ну, вы гад-то, Серега. Если бы я знал, что ты так поступишь, я бы тебе Леру никогда не уступил. Не, ну как ты уступил? У вас что, раньше были отношения с Валерией Михайловной? Да, в молодости, когда мне было 18 лет, я устроился к Сергею на фирму. Там познакомился с Лерой. Полюбил ее, мы с ней стали встречаться. Причем Сергей, он с самого начала увидел, что я на нее заглядываюсь. Вот, но стал ей оказывать знаки внимания, звонить, приглашать на свидание. И Лера в один прекрасный день сказала, что нам надо расстаться, что она ждет ребенка от Сергея. Это был, конечно, самый худший день в моей жизни. Антон, сейчас это не имеет никакого значения. Как это не имеет? Я твердо решил расторгнуть брак и начать новую жизнь с новой женщиной. И сейчас я хотел бы, чтобы ее пригласили к качественной свидетельке с моей стороны. Она подтвердит, что дальнейшее... Николина Галина Аркадьевна в списке свидетелей, которых бы вы желали выслушать, есть. Совершенно верно. Это она. Тогда Николину приглашайте. Вы что, все в мою жизнь лезете? Не хватило совести прийти. Вы свидетельник, Николина? Пройдемте. Сейчас всем в глаза, да? А у вас совесть есть? Чего вы пришли сюда? Проходите рядышком. Ой-ой-ой. Ну давайте. Здравствуйте, Галина Аркадьевна. Здравствуйте. Как я понимаю, вы с Сергеем Борисовичем состоите уже в отношениях близких, да? Да. Да, мы с Сережей встречаемся уже второй год. И он пригласил меня сюда, чтобы я объяснила, почему их брак с Валерией невозможен. Но, если быть честно, я не считаю это правильным решением. Галь, ты что говоришь-то, а? Мы же договорились уже обо всем. Я просто честная, искренняя девушка. Я не хочу, чтобы... Ты какая честная, искренняя девушка? Она знает, что ты любишь на завтрак хлопья с топленым молоком непременно, да? И стакан томатного сока натощак в постель тебе приносит. А ты не догадывался, дорогой, почему она такая молодая и так предугадывает каждое твое желание? Откуда у нее такая осведомленность? Ты не задумывался, Сережа? Откуда? Да оттуда. Потому что мы с своей галочкой уже давно знакомы. Порядочная девочка, честная. Да. Мы, можно сказать, дружим даже с ней. Да когда у вас эти шурамуры начались? Она же имела наглость заявиться к нам домой и устроить мне сцену. Что Сережа мой, отпустите его. Я еще тогда ей мозги-то вправила. Говорю, куда тебе отпустить его? Ты что, за него замуж собралась, что ли? И тут она призадумалась, конечно, спелись. Тут она призадумалась, что замуж-то ей особо за тебя не надо. Что ей от тебя нужны только подарки, деньги, что ты ей дарил. И тогда я приняла решение, да, что хорошо, продолжайте встречаться. Я ее научила всему, все ей подсказала, что ты любишь. Только у меня было одно условие, чтобы она из семьи тебя не уводила, чтобы в семью не лезла. И все было хорошо, Сережа, да все было хорошо, пока ты не начал со своим раздумением. Разводом он заталдычил, развод да развод. Валерия Михайловна, то есть вы были согласны, что у вашего супруга молодая любовница, и вы еще ее консультировали? Ну, Галина Аркадьевна, это так? Да. Целью-то ваших отношений с истцом было получение чего-то, а не брак? Да ей просто нужен был обеспеченный папик, который будет оплачивать какие-то ее расходы незначительные. Для нашей семьи это не было настолько прям в ущерб. Сереж, ну посмотри ты на меня, ну какая из меня жена, я даже готовить и толком не умею. В хозяйстве я не разбираюсь. Это все только благодаря напутствиям твоей жены было, на самом деле. Она у тебя замечательная, лучше не нужно с ней разводиться. Боже мой, я сейчас заплачу. Да кто же вас разлучает-то, ваша честь? Да пожалуйста. Да вы можете и дальше продолжать встречаться, Сережа. Хочешь ты с ней спать? Да спи, ради бога. Ну зачем семью-то разрушать? Ты даже можешь с ночевкой к ней ходить, если когда надо. Не надо теперь от меня скрываться. А какую семью, Валима Михайловна, вы хотите сохранять? Вот то, что сейчас вот вы пытаетесь тут устроить, это же не семья. Да не будет Галя, будет другая. Где уважение? Почему у тебя нет уважения к себе? Почему ты с какой-то девчонкой позволяешь изменять отцу? Что это такое? А ты чего молчишь? Чего ты молчишь? Ты чего обещала отцу сказать? О чем у нас договор был? А? О чем? Какой еще договор? Простите, поясните суду. Отец. Ты-то здесь при чем уже? Подожди, мам. Отец, мы уже с Галиной полгода встречаемся. Чего? Замолчи, замолчи. Она опять не любит, отец. Она любит меня. Закрылся, урод. Ты чего делаешь? Ты чего? Ты не мог поедать? Вот так вот. А я хотел еще и подарок на 23 года сделать. Простите, Артем Сергеевич, то есть вы еще раз подтверждаете в суде, что и вы встречаетесь с Галиной. И вас тоже ничего не смущает, что она с вашим папой встречается? Нет, я встречаюсь, но как бы у нас была договоренность. Я знал то, что отец изменяет с Галиной маме. У нас была сначала договоренность с Галиной, то, что она будет встречаться с моим отцом. И в итоге мы получим квартиру и будем жить. Но мне это надоело все. Я не хочу больше. Это не тратить квартиры, которые я хотел ей на 23-летие подарить. Какую квартиру вообще? О какой квартире идет речь? Ваша честь, Галя хотела иметь собственную квартиру и обещала ей на 23-летие сделать такой вот подарок. Я же не знал, что... Ну ты, Галя, молодец. Ну ты, зараза, а ты посмотри. Значит, тебе мало того, что он на тебя тратил. Ты на квартиру позарилась, а? Так квартиру-то она зарабатывала честным трудом для вашего сына. Чтобы с ним там жить. Мне плевать на ваше мнение. Вы не понимаете, что ли? А ты не мог немного подождать? Мне уже достало этого, а не все, я не хочу больше ничего. Зачем нужно было это делать? Зачем? Это надо было сейчас что-то говорить. Ты все стертил просто сейчас. Все, я смотрю. Этот семейный бюджет уже растрачивает. Ты вообще, ты с какого... Слушай, я сам себя кому что дарить и куда растрачивать? Да ты вообще обалдел, что ли, Сережа? Ты с какого перепуга наши семейные деньги в таком размере решил вообще растратить? Ты даже меня в известность не поставил, что ты собрался там квартиру ей покупать. Я дарил кому, что считаю нужным. Сюрпризы, не надо сюрпризы. Во-первых, а во-вторых, ты что, стерва? Хотела, значит, квартирку урвать и убежать молодому самцу. Да еще и к моему сыну. Ты что, вообще что ли, ни берегов, ни совести нет? Сережа, я вообще не понимаю, ты почему так удивлен? Что тебя так удивляет? А ты что думал, что у нее к тебе такая страсть неземная? Я просто поражаюсь вам, 50-летним мужикам, а? Да что же вы думаете, что вы со своим пузом и сединой... Да хоть нужны вот девушкам молодым? Конечно, ей нужен парень молодой, здоровый. Они вот такие, как вы. Отпусти ты эту Галю уже, раз она такая хищница оказалась. Ей квартира вообще нужна от тебя. Ты понимаешь? Ей уже мало было подарков, денег, которые ты на нее тратил. Лера, ты знаешь, я сейчас посмотрел на весь этот цирк. Вот. И понял, что Серега тебя не уважает и не ценит ни капли. А я, если хочешь знать, до сих пор люблю тебя. Лера, выходи за меня замуж. Я тебя буду на руках носить. Антон, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, конечно, за твое предложение, Антон. И, конечно, все было бы совсем по-другому, если бы я в 90-х... Лера, прости меня, пожалуйста, я был неправ, я повел себя как семья. Я желаю остаться с тобой и наладить нормальную жизнь, как я буду. Ну, конечно, наладим, Сережа, конечно, наладим. Ты ему так просто простишь? Артем, ты подрастешь, ты все поймешь. Я уже подрос, мам. Тебе я тоже советую не связываться с этой Галей. Ты посмотри, ты найдешь себе девочку получше. Я сам решу. Уж поверь маме, уж я помогу тебе в твоем выборе. Не волнуйся. А с тобой, Сережа, мы еще дома поговорим. Да ты придурок, блин, вообще. Как ты вообще... Ты что, не мог немного подожать? Я же прекрасна. Не надо меня перебивать. Ты же знала. Я же знала ваши проблемы с отцом. Ох, ты просто дебил. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да что, тебе везде мне речь, что тебе измена. Ты что, озабоченный, что ли? Какой-то больной. Скажите, пожалуйста, почему вас это продолжает интересовать, если вы с этой женщиной расстаетесь? Вячеслав Корнилов – достаточно обеспеченный человек. А его жена Кристина вполне могла бы не работать. Но она решила стать продюсером. Корнилов какое-то время давал деньги жене на раскрутку молодого дарования певца Эдика, пока не заподозрил, что жена изменяет ему со своим подопечным. Нужно бы я тебя подставлять? Прошу садиться. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака и о разделе супружеского имущества прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. правовые последствия отказа от иска имущественного характера – то, что супруг повторно с иском о разделе данного имущества, то есть вы понимаете, это квартиры, дома, автомобилей, а также предметов домашней обстановки и обихода, не обратится. Вам это понятно? Да, понятно, Маша. Что вы уже именно по этому имуществу не сможете обратиться? Да? Хорошо. Определение вам понятно? Да, Маша. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Корнилова Вячеслава Ивановича Корниловой Кристине Сергеевне о расторжении брака. Об определении места жительства несовершеннолетнего сына с истцом. Ответчик против развода возражает и выдвигает встречный иск об определении места жительства ребенка с собой, а также о взыскании супруга алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме 300 тысяч рублей. Супруге в зарегистрированном браке 7 лет и у вас сын Глеб, ему 6 лет. Дело слушается в присутствии представителей органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяна Борисовна. Скажите, пожалуйста, значит вот 300 тысяч, мне немножечко непонятно, эту сумму вы хотите взыскать единовременно или ежемесячно? Ежемесячно. Ежемесячно 300 тысяч. Хорошо. А доходы вашего супруга позволяют это, да? Абсолютно, с лихвой. Хорошо. Вячеслав Иванович, пожалуйста, объясните суду. Вы являетесь инициативной стороной в расторжении брака, поэтому вы должны пояснить причину. Да все очень просто. Моя жена мне изменяет. Она сама-то по профессии дизайнер. На этом попыше она ничего не сделала и решила податься в шоу-бизнес. Ну, стала продюсером. Ну, благо я хорошо зарабатываю, у меня хороший бизнес. И по возможности она у меня просто-напросто эти денежки вытянула и вложила в свой проект. Ну, я так в этом особо-то не разбираюсь в шоу-бизнесе. Ну, и я думаю, и она тоже не особо разбирается. И я так думаю, что рано или поздно это все заглохнет. Ну, сейчас дело-то не в ее бизнесе. Вы расстаетесь почему? Наверное, не потому, что она занялась каким-то другим делом. Ну, понимаете, я бы посоветовал лучше ей написать книгу, например, такую под названием «Как я выудила у мужа деньги». Слав, не начинай. Или «Как я изменяю мужу тогда, когда хочу». Это твои факты. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Иванович, вы хотите сказать, что мотивом для развода служит супружеская измена? Тогда поясните, пожалуйста, суду, как вы узнали о супружеской измене, когда это случилось. Чтобы это было не голословное заявление, а вот какие факты? Дело в том, что она нашла бывшего певца, 30-летнего парня, зовут его Эдик. Он когда-то пел в какой-то группе малоизвестной, взяла мои деньги, вложила в него и стала раскручивать. Они пишут песни, снимают клипы, выступают на радио, и все на мои деньги. А в конечном счете, они спят друг с другом. Вам известно о факте супружеской измены? Или вы просто ревнуете? Конечно. Вот я уже вам упомянул о гостинице. Она сняла гостиницу. Они там встречаются. А до этого я узнал об их встрече в соцсетях. У них была бурная переписка. Понимаете? Ну, объясняйте просто точнее, потому что мне пока непонятно. Ну, вы сами посмотрите, девушка она не глупая, даже хитрая. Меня она обманула, выудила за меня деньги и вложила в свой проект. Ну, я тоже не дурак. Я у нее отобрал машину, часть драгоценностей, часть она положила их куда-то, спрятала эти драгоценности. А самое главное, у нас есть ребенок, понимаете? У нас. Глеб, ему 6 лет, ему скоро в школу, воспитанием она не занимается. А ты занимаешься, Слава, а ты занимаешься? Она вся в шоу-бизнесе и в этом эдике. Я-то основной добытчик денег, понимаете? Я на ее платье трачу на ребенка и трачу на их проект, понимаете? Я поняла, у меня вопрос. Костяна Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы подтверждаете факт супружеской измены? Ваша честь, уже сейчас Слава наговорил, это полная ересь. Я ни под одним словом даже не подпишусь. У вас действительно есть партнер Эдик, вы являетесь его продюсером? У меня есть рабочий проект под названием Эдик. Да, я вкладываю в него деньги, свои силы. Я пытаюсь раскрутить молодого парня. Какие-то отношения, которые могли бы смущать вашего супруга, вы с ним вступали? Ваша честь, во-первых, я хочу сразу сказать, что ни с Эдиком, ни с каким-то любым другим мужчиной я никогда мужу не изменяла. Меня с детства учили, что есть хорошо, что есть плохо, и как порядочно, а как нет. Это во-первых. Во-вторых, факт того, что я снимала номер, он, естественно, был, и я даже отпираться не буду. Но я сразу делаю пометку о том, что Эдик мой подопечный, Слава, подопечный. И я как минимум должна его обеспечивать тем или иным, что он меня как продюсера просит. Я снимала номер в гостинице на свое имя, но, Слав, меня там не было. За мои деньги. Меня там... Успокойся, а. Но меня там не было, понимаешь? Я тебе не какая-то тупорылая блондинка с собакой наперевес, чтобы бегать от тебя каким-то молодым мальчиком и изменять. Если ты в меня не веришь и в мой проект, это, извини, пожалуйста, твое отношение личное ко мне и к матери своего ребенка, Слава. И я докажу, что я добьюсь рано или поздно успеха, но ты уже здесь рядом со мной не будешь. Тебе будет стыдно за свое поведение нынешнее. Смотри. Ваша честь, мой муж богатый мужчина. И он с хорошим достатком, да, и он действительно оставил нам квартиру стоимостью 12 миллионов в Москве. Но он не сказал о том, что еще этим летом он достроил загородный дом стоимостью свыше 30 миллионов рублей. И о нем я на него даже не претендую. Пусть он подавится всем своим, прежде всего я мать. И я хочу, чтобы сын жил со мной, потому что ты все время в своем бизнесе, ты все время в своей работе. Когда ты можешь хоть с ребенком выйти на час погулять? Тебе вообще не до него. А я буду, я кажу, что свободную секунду времени стараюсь проводить с Глебом. А тебе это понимаешь, ты считаешь, что ты приносишь деньги, и на этом твоя миссия закончена. Во! Получается, я не занимаюсь, а ты занимаешься. Кристин Сергеевна, ну поймите, что когда человек работает, он не может сидеть с ребятами. Когда человек сидит с ребенком, он не может работать. Это все время какой-то компромисс. Вы, если будете очень много времени уделять ребенку, вы тоже не сможете зарабатывать. А он, если будет жить на ваши деньги, может быть, и сидел бы целый день с ребенком. Как вы можете так обвинять мужчину, что он целыми днями зарабатывает? Он для вас зарабатывает. Да, а потом отбирает. А потом отбирает, ваша честь. А я отбираю по делу. Он вообще уже озверел до такой степени, что он запретил мне видеться с сыном. Он забрал его в свой загородный дом. Я мать, я имею полное право видеться с ребенком. Так ребенок сейчас не с вами? Ребенок сейчас у вас проживает, да? Да, в доме. Да, у него есть... Хотя при этом, ваша честь, у него все условия я ребенку создала в нашей квартире. Я купила ему и письменный стол, потому что он в будущем году пойдет в школу. А вы работаете, кто занимается воспитанием ребенка сейчас в данный момент? Воспитанием ребенка занимаюсь я по мере возможности. Что ты врешь? Что ты врешь? Моя сестра родная Татьяна и гувернанта. Родственники и гувернанты. А я и гувернанты. Он вообще не занимается ребенком. Хорошо, скажите, пожалуйста, истец, а кто-то может пояснить суду то, что происходит в вашей семье? Конечно, моя родная сестра Татьяна Ивановна Шерстнева. Я прошу вас ее пригласить. Хорошо, давай сейчас выслушаем Шерстневу. Вы свидетель за Шерстневу? Пройдемся. Смотрите, а ты знаешь, сколько стоит раскрутить звезду? То есть пять раз? Раскрутить звезду, да. Я понимаю, что этих денег не хватит, чтобы раскрутить звезду. Здравствуйте, тишина. У нас появился свидетель. У нас свидетель появился, да. Хорошо, вы Татьяна Ивановна Шерстнева, да? Татьяна Ивановна, вы, как я понимаю, сестра истца. Соответственно, вы хорошо знаете о жизни вашего брата и его супруги, да? И ребенок как живет. Ну, поясните суду. Ваша честь, развод это всегда плохо. Но в данном случае лучше уже развестись. Мне просто стыдно. Эксперт пришел. Да, все друзья, все знакомые, даже соседи обсуждают, как моему брату жена рога наставляет с молодым любовником. Хорошо. Так, скажите, а кто сейчас занимается с ребенком? Вы принимаете участие в его воспитании? Да, вообще-то больше всех я занимаюсь. Вы работаете? Нет, я не работаю. Вы постоянно находите? Потому что поработала бы, поработала бы, пошла бы. А ты мои деньги. Они селяты, не решают. Я ребенком занимаюсь. Я очень люблю своего племянника Глебушку. Везде его вожу. И на кружки, и в театр, и по музеям. Ваша честь. Я считаю, что ребенка Кристине оставлять нельзя. Она будет от моего брата Славы деньги тянуть. А ты кто есть? Отпускать их на своего любовника. Ты кто есть, что решать тебе? Суд будет хорошо. Хорошо, давайте, пожалуйста. Я не знаю, она мне помогает. А ты бог за чему? Чего? Давайте не будем спорить. Давайте сейчас выслушаем Татьяну Борисовну, представители органов опеки и попечительства. Да, Ваша честь. Мы изучили ситуацию, которая сложилась в семье Корнеевых и пришли к заключению, что непосредственно ни папа, ни мама ребенком не занимаются вообще. Им занимается или гувернантка, или вот Татьяна Ивановна, тетя. У родителей, видимо, есть какие-то другие, более важные и нужные дела, чем воспитание собственного ребенка. Что касается жилищных условий, то в доме отца у ребенка есть все необходимое, и даже сверх того. В его распоряжении просторная комната, в которой масса игрушек, развивающих игр и так далее. С ним постоянно находится гувернантка. Отдельно хочу отметить, в доме очень хорошая психологическая обстановка. В семье, в квартире матери несколько все скромнее, потому что тут дом, здесь квартира, но тоже квартира очень хорошая. У ребенка также своя комната, которую Кристина Сергеевна очень хорошо сделала. Она разделена на зоны, очень интересные комнаты. Спальная зона, игровая зона. И сейчас уже появилась учебная зона, в которой новенький письменный стол, который ребенку очень нравится. Какой стол? Письменный за мои деньги? Первый класс, мама. О, пожалуйста, вот видите. За мои деньги для ребенка. Собственно, стол за мои деньги. И при равных прочих, мы считаем, что ни одна самая опытная гувернантка и самая любящая тетушка никогда не заменит шестилетнему мальчику маму. И так как Кристина Сергеевна нам сказала, что у нее гибкий график, и она будет заниматься воспитанием ребенка сама, мы считаем, что в этом случае ребенка лучше оставить с матерью. Скажите, пожалуйста, у истца еще заявлен свидетель Загирова, Альбина Анваровна. Скажите, а Альбина Анваровна у нас кем приходится ребенка? Она гувернантка. То есть она постоянно у вас работает и занимается воспитанием ребенка? Вы знаете, я хотела бы сейчас ее пригласить, чтобы она нам рассказала, какая обстановка у вас. Хорошо. Хорошо, Загирову приглашайте в зал. Ребенка языком пора учить. Вы свидетель Загирова? Да. Пройдемте. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Нормально? Какой словарик? Какой? По прописям она нормально разговаривает. Нет, она вот сейчас послушает, как она говорит. Да, да, послушаю, послушаю. Наверное, вы учили текст. Так, давайте, пожалуйста, сейчас потише. Скажите, пожалуйста, Альбина Анваровна, вы работаете постоянно у Вячеслава Ивановича, да? Да, Ваша честь. Я работаю не так давно, чуть больше полугода. С уважением отношусь к обоим сторонам, но все-таки я вижу, что происходит в семье, и хотела, ну, как бы, остаюсь на стороне истца. Да, это и ребенка, и Вячеслава Ивановича. Я считаю так, что женщина все-таки должна нести уют семью в доме. И то, что делает Кристина, она... Кристина Сергеевна, на мелочи. Простите, Кристина Сергеевна, она не занимается вообще. Дело в том, когда я убиралась у них дома, как раз-таки у них в комнате, Кристина Сергеевна была в ванной, я убиралась на столе, там стоял планшет, я стирала пыль и увидела фотографии. Фотографии полуголой Кристины Сергеевны со своим протеже Эльдиком. Вот, она выбежала на меня, накричала. Я не специально, я не хотела, они просто сами открылись. То есть, когда я провела по компьютеру. Но дело в том, что она мне предложила деньги за молчание. Кристина Сергеевна, скажите, эти фото действительно существуют? Ваша честь, ну, я как бы не буду врать, не для этого я сюда пришла. Да, есть фотографии, но там не какая-то обнаженка, как меня здесь уже представили, что чуть ли я там вообще в неглиже, в чем мать родила. Расскажите, что ли? Действительно, мы с Эдиком позировали для модного глянцевого издания на пляже. Я в купальнике. Эдик – это мой проект. Понятно, то есть это не доказательство, то есть супружеская измена, и тем более не основание для того, чтобы ребенок не жил с матерью. Я про это и говорю. Почему? Почему? Может быть, в традиции Альбины Анваровны Кристину Сергеевну надо было побить камнями, но в традиции нашего государства это не является основанием для того, чтобы… Они там обнимались. Понимаете? Обнимались. Страстно. Вплоть, может быть, даже и целовались. Да вы что? А как я должен на это реагировать? А вы правильно прореагировали. Вы пришли в суд, вы разводитесь с той женой, которая носит не тот купальник. Ну, мне обидно. Вам обидно, да пожалуйста. Мне обидно то, что вы хотите у меня отнять ребенка. Нет, я отнимать у вас никого не буду. Органы опеки так вот выразились, понимаете? Какой отнять? Что я такой нехороший. Что не так, что? Хорошо, давайте продолжим. А вот ваша подопечная чем занимается? Развратом. Давайте продолжим. Пожалуйста, Вячеслав Иванович, я хочу, чтобы вы поняли. У органов опеки нет подопечных, кроме вашего ребенка. У них единственный подопечный – это ваш сын. И они стоят и работают в интересах ребенка. Ваша честь, да, и я хотела такую маленькую ремарку вставить. Ну, что я не сделаю, чтобы сохранить семью. Мой проект, Эдик, он не очень интересуется женщинами. Это вопрос о том, что изменяла ли я ему. И давайте, пожалуйста, пригласим его сейчас сюда, чтобы он уже сам мог ответить на все вопросы. Хорошо. Вы заявляли в качестве свидетеля Лазовского Эдуарда Витальевича. И пригласите, пожалуйста, его в зал. Я стою. Вы свидетель Лазовский? Да. Пройдемте. Мы у вас отбираем ребенка. Мы определяем место жительства ребенка по месту жительства мать. Ну да. Как он был ваш сын? Здравствуйте. Эдуард Витальевич, проходите, пожалуйста. Эдуард Витальевич, сразу к вам вопрос. Как я понимаю, вы работаете совместно с Кристиной Сергеевной. У меня к вам вот такой вот вопрос. Вот супруг считает, что Кристина Сергеевна изменяет ему с вами. У меня вопрос, есть ли у вас связь, кроме как по работе? Я так понимаю, с Кристиной, да? Ну, с Кристиной, конечно. Если честно, я вообще не понимаю, почему Вячеслав Иванович не верит своей супруге. Кристина – это мой продюсер, и я ее творческий проект. Между нами не может быть никаких личных отношений и так далее. Она меня развивает как творческая личность. То есть, ну и уже много чего для этого сделала. У нее есть связи с шоу-бизнесом и так далее. Поэтому я не понимаю, почему... Понятно, получается так, значит, номер в гостинице она тебе снимает, это по делу. Машину дорогую она тебе купила, тоже по делу. Ты что сюда пришел? Можете физиономию за все начистить, а? Вячеслав Иванович, номер был действительно снят, но если бы Кристина снимала номер на свое имя и пришла бы туда ко мне, да, соответственно, вы бы наверняка это узнали. Поэтому встречался я там, естественно, не с ней. По поводу машины, я вам могу сказать, что у меня есть расписка, и денег дали вообще не вы, а ваши друзья. Вот, расписка, пожалуйста, подскажите. Да, пожалуйста, вот, берите. Списка, нацарапанных, бог значит. О, добрые люди-то! Виталий Морозов! А что же он мне ничего не сказал? А что тебя так удивляет? Вячеслав Иванович, простите, ничего, я вам не мешаю? Не, нормально. Ну, то есть, если какие-то документы передаются в суде, да, во-первых, ознакомьтесь с ними суд, а во-вторых, да, пожалуйста, в следующий раз учтите, потому что у меня есть острое желание все-таки вас удалить. Значит, скажите, пожалуйста, вам знаком человек по имени Морозов, да, Виталий? Да, знаком. Вы знакомы, да? Как я понимаю, именно на деньги этого человека была приобретена машина, которую вы приобрели. То есть, есть некий человек, который также вкладывается в этот проект, как я понимаю, это коммерческий проект. Это Виталий Морозов? Это не один человек, а это проект, который включает в себя, я думаю, что у вас там много, там, и студии, там, и костюмеры, там, и гримеры, там очень много народа. Ваша честь, давайте пригласим, пожалуйста, Морозову, он, наверное, внесет какую-то ясность в эту ситуацию. Не, Морозову, вот! Потому что моего мужа уже несет далеко. Не, все, хватит! Скажите, пожалуйста, Морозов, Виталий Витальевич, как я понимаю, это ваш тоже партнер по бизнесу, который хорошо. То есть, она не спит с этим свидетелем, значит, она спит с Морозовым. Да что, тебе везде меречься, тебе измена, ты что, озабоченный, что ли, какой-то больной? Она занимается больной. Скажите, пожалуйста, почему вас это продолжает интересовать, если вы с этой женщиной расстаетесь? Давайте, вызывайте Морозова. Скажите, пожалуйста, Морозов, вы пригласили его, да? Да, пожалуйста. Хорошо, приглашайте Морозова Виталия Витальевича. Озабоченный, я клянусь. Вы свидетель Морозов? Да. Пройдемся. Нет, Морозов, закрой рот свой, тебе всеми речь... Здорово, Морозов, спишь с моей женой, а? Спишь, вот все знают. Как ты спишь? Крещина-то призналась. Истец, не будь клоуном. Истец, проходите, пожалуйста, истец, не скушайте меня еще раз. У меня есть желание вас оштрафовать, у меня есть желание вас удалить, у меня еще есть другие какие-то желания. Пожалуйста, не скушайте. Виталий Витальевич, насколько я понимаю, вы партнер по бизнесу Кристины Сергеевны, и вы сейчас участвуете в проекте «Эдик», правильно? Вы дали деньги? Нет, это не совсем так, Ваша честь. Я портфельный инвестор. Я всего лишь вношу деньги в Кристине проект, вот, я вижу перспективу. Дело в том, что Славик, он немножечко утратил деловую хватку. И перестал понимать вообще, что может принести деньги, что нет. Для меня это бизнес непрофильный, шоу-бизнес, вот. Я хочу обратить внимание, что турне Эдуарду оплатил я организацию, организацию рекламы оплатил я, а ты извини, Славик, ты в пролете. А, получается, что ты не спишь с моей женой? Вот это поворот. А с какого перепуга ты вложил в этот проект? Что, просто так, что ли? Слышал такое слово? Ты что, с ума сошел? Я что сказала, у нас бизнес, бизнес, бизнес. Сначально я его раскручивал, а не ты. Ты этот проект бросил, бросил, отказался, и жену свою продолжаешь гнобить до сих пор. Ты что думаешь, они тебе завтра деньги принесут? Это называется инвестиции на долгий срок. А он не знает, что это. Ну, я вижу, это сложно, конечно, для человека. Ладно, ну, раз вы все такие молодцы, ну, давайте поговорим о бизнесе. Ну, давай. Давайте будем говорить по-деловому. Кристина, Кристина, ты подписывала вот с этим бизнесменом какие-либо бумаги? А? Не подписывала. И что? Значит, он не имеет никакой юридической силы. А ты? Бизнес наш. Я деньги вложил. Я не для миллионов. Ты продюсер. Это наше совместное предприятие. А ты что, поделаешься? Никаких документов не подписано. Я беру свое заявление обратно. Подождите, Вячеслав Иванович. Как только вы узнали, что ваш друг вложился, как я понимаю, бывший уже друг, как только вложился, большие средства вложил в проект вашей жены, вы поняли, что этот проект может быть перспективный. Она в начале я положил на деньги. Здравствуйте, я буден. Вы решили сразу, что вам оставить нужно брак и продолжать пользоваться этими средствами, которые вы планируете получить? Нет, я не расторгаю брак. Я говорю, я хочу... А я не хочу... Как не расторгаете? Вы пришли в суд сейчас как раз для этого. Как раз для этого и ваше заявление содержит это. А у меня могут поменяться мнения? Могут. В процессе всего этого. Ты что, переходный возраст? Мнения у тебя меняются? Ну, мнения меняются у девушек. А здесь вы подали исковое заявление в суд, которое будет удовлетворено или не будет удовлетворено. Ну, хорошо. Ладно, если вы считаете, что вы любите по-прежнему свою супругу и хотите с ней продолжать жить, тогда, естественно, суд удаляется для вынесения определения по делу. Какой удаляется? Ты чего, Славик? Куда ты? На отказку ты идешь? Ты мне обещал. Ваше че. Ты мне обещал, что мы с тобой поженимся. Ты чего, им поверил, что ли? Она с ними спит вместе. А ты, между прочим, всегда говорил, что я лучше, что я должна у жена быть красивая, домашняя, сидеть дома с детьми. Между прочим, у нас с тобой скоро детеныш будет. Да! Что ты так смотришь? Как будто ты не знаешь. Ты мне год уже обещаешь, что ты с ней разведешься, что тебе она не нужна. Славик, надо разводиться. Славусь. Давай, давай. Ты что-то ее слушаешь, что не обращай на это внимания. Простите, пожалуйста. Если ты хочешь разводиться, тогда верни мне все, что я на тебя подать. Не честно, не разводился. Подожди, ты что так распетушился-то, а? Подожди. Вячеслав Иванович, так истинной причиной для расторжения брака, значит, служили ваши отношения с Альбиной Анваровной? Нет, я такое первое ослышанное. Ну, Альбина Анваровна считает, что ее обделили. Я не говорил этого. Каждый день говорил о том, что вы с ней разведетесь, что тебе нужна жена покорная, такая, как я. Альбина Анваровна, скажите, пожалуйста, вам обещал что-то Вячеслав Иванович? У нас будут уже отношения, я жду ребенка от него. Вот так. А я не знал. Вы не знали. Кто есть ты не знал? Бизнесмен. Ваша честь. Вы не знали, что отношения есть, или не знали, что ребенок? Она вообще не понимает, кто это. Второе. Второе. А первое все-таки есть. Ты мне обещал, что она. Ну, у нас были дружеские отношения. Такие дружеские. Подружиться обещал. Она жива. Няня моего сына. Она занимается хозяйством. Вот именно. Чьим хозяйством? То есть вы в половом контакте с вашей сотрудницей не состоите? То есть нет. Милый, прости, конечно, но мы ждем с тобой ребенка. Вот уже через шесть месяцев будет. Ты о чем говоришь? Я склонна верить искренней женщине. Я склонна ей верить. У вас репутация уже и портрет ваш перед судом негативный. А вот женщине я склонна верить. Она высоких моральных устоев. Я ей верю. Ваша честь, я тут послушала. Так, ладно, Вячеслав Иванович, супруга ваша уже на развод согласна. По-моему, чувствует себя комфортно. Однозначно, Ваша честь. Этого клоуна, который уже замутил с прислугой, позор. Который там хозяйство какое-то, что-то не знаю, что он там делает. Она, наверное, ему тряпками моет или там убирает ее. Просто клоуна да это. Вот правда, разводите нас. Если не сегодня, то через две недели-три подготовлю исковой и все равно приду сюда вернуть, чтобы с ним развестись, с этим клоуном. Суд удаляется для вынесения решения. Хорошо все кстати. Суд удаляется для вынесения. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. В иске отца об определении места жительства ребенка по его месту жительства отказать. Удовлетворить иск матери ребенка об определении места жительства ребенка. То есть ребенок останется с вами. Определить место жительства семилетнего сына по месту жительства матери. Взыскать с отца ребенка в пользу матери алименты на содержание несовершеннолетнего сына в твердой денежной сумме равной пятикратному размеру прожиточного минимума установленного для ребенка ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Вы понимаете, что сумма, которую вы просили 300 тысяч, она не соответствует реальным расходам на содержание ребенка. Поэтому суд счел возможным, пятикратного минимального будет достаточно. Произвести раздел супружеского имущества. Передать спорный автомобиль в собственность супруги. Освободить супругу от выплаты денежной компенсации за супружескую долю в автомашине. Решение вам понятно? Обжалование в установленные законом сроки. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать! Прошу всех встать!